Здравствуйте, Николай Игоревич. Короткий вопрос, простой. Ваше отношение к книгам, которые запрещают по статье «Терриризма», если вы будете руководителем партии, как вы будете относиться к таким книгам, к такой литературе? Я не знаю, какие книги запрещаются по каким-либо статьям, но я с уважением отношусь к законодательству страны, гражданином которой я являюсь. В любом случае законы должны соблюдаться. Если законы населения страны не устраивают, они должны меняться единственным законным способом. Это выборы, победа на выборах, мандат доверия от избирателей и изменение налогового, уголовного, какого угодно права. Вопросов, я думаю, что у нас всех очень много, в том числе и Конституции. Я сходу могу назвать 5-6 статей, которые однозначно надо менять. И если партия, членом которой я буду, которая, я надеюсь, будет зарегистрирована, получит мандат доверия от избирателей, то мы будем воплощать нашу программу. Мы ее не скрываем, она написана. В том числе будем менять статьи Конституции. Будем лишать Центральный банк независимости. Будем изменять статью Конституции, чтобы было четко написано, что недра принадлежат народу. Будем изменять статью Конституции, которая говорит о том, что гражданин России не может быть лишен гражданства. Но мы считаем, что мерзавцев и подонков надо лишать гражданства, это обязательно. Поэтому эта статья должна быть удалена из Конституции. Ну и еще там есть целый ряд вопросов. Нужно изменить статью о том, что в нашем государстве не должно быть идеологии. Идеология должна быть обязательно. Иначе это все равно, что, знаете, как тело без костей или без скелета. Должна быть идея, вокруг которой группируется народ, который, собственно говоря, является смыслом жизни народа. А для такого народа, как русский, который является не просто государствообразующей нацией в России, это нечто большее. Потому что Россия не только страна, Россия это цивилизация. И здесь должна быть какая-то всегда сверхидея. Мы с вами видим, когда этой сверхидеи нет, начинаются разброты шатания внутри нашей страны, люди не чувствуют смысла жизни, начинается увеличиваться смертность, алкоголизм. Может быть, не каждый, кто пьет и рано умирает, понимает, почему это с ним происходит. Но в целом можно легко понять, что это связано именно с отсутствием какой-то сверхидеи, которая должна быть в нашем обществе.